Дэнни Цепной Пес История создания Дэнни Цепной Пес Люк Бессон Окончательный вариант 27 января 2003 года Узнав о желании Люка работать вместе с ним, Джет Ли попросил Люка написать для него сценарий фильма. Люк предложил сценарий Дэнни, и Джет с радостью согласился. Дэнни Цепной Пес Мне хотелось попробовать сделать то, чего я раньше никогда не делал, но я не знал, что именно. Я просто хотел заняться чем-то, что представляет собой вызов для каждого актера. Суть роли была в том, чтобы показать, что насилие не единственный выход. Люк Бессон сказал, хорошо, и через два дня изложил мне свой замысел. Речь шла о человеке, который по менталитету находится на уровне ребенка, а по душевному складу злая собака, натасканная негодяем. И однажды его спасает музыка. Всего несколько фраз. Я сказал себе, отлично, мы сделаем это. Но Люк предупреждал меня, в такого рода фильме сниматься рискованно. Возможно, ни одна киностудия не захочет с нами сотрудничать. Если бы мы снимали что-нибудь вроде «Поцелуя дракона», деньги нашлись бы сразу. Я ему ответил, нет проблем, делаем. Так все и началось. «Поцелуя дракона» Мы разработали особую конструкцию замка. Он открывается вот так, поскольку ошейник все время приходилось снимать. Это было сделано для удобства Джетта Ли. Вот что получилось. В сценарии все условно. Он позволяет показать мир окружающей главного героя. И в действительности это могло бы происходить и в Англии, и в Штатах, в наше время, или спустя 10 лет, Луи Элитарье, режиссер. Именно эта неопределенность мне очень понравилась. У меня к этому действительно лежала душа. Я могу действительно спрятать, что я смогу. И я смогу. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основные трудности представлял языковой барьер. Гораздо сложнее было сказать «Жетем, я тебя люблю», чем выразить это взглядами. Поэтому его герою, который вообще не говорит, было гораздо легче все передавать взглядом. Я думаю, что, работая над любовной линией, Джет и Люк не особенно усердствовали над диалогами. Это было сделано намеренно, чтобы показать неприспособленность персонажа. Нельзя 30 лет молчать и за один день превратиться в воратора. Оставляем так, чтобы исходила энергия, чтобы чувствовалось волшебство. Именно так. Очень трудно редактировать диалоги, особенно таких актеров, как Джет и Морган. Джет и Люк знали, что в этой роли будет сниматься Морган Фриман. Поэтому они писали под него. Но некоторые места ему все равно не понравились. Морган сам вносил правку в текст прямо на ходу. Его вариант был уже окончательным. Это действительно очень трудно. Но у него получалось замечательно. Поскольку Боб Хоскинс имеет представление о незах общества, о Кокнине, не пришлось заново переписывать английскую версию. Он внес дополнение, но это не испортило сценарий. Я ему очень благодарен. Я считаю, что манеры, жаргон, шутки, Весь этот колорит – это исключительно заслуга Боба Хоскинса. Даже у собаки хватило бы мозгов, чтобы прийти на помощь своему хозяину. Похоже, вы не в своей тарелке. Убей его. Перегрызи ему глотку. Боба Хоскинс Боба Хоскинс Дэнни Я особенно тщательно готовился к комедийным сценам перед съемками. Я заучивал их месяцами, ходил в зоопарк, чтобы изучить поведение животных, когда они злятся, когда они голодны. Наблюдал, как ведут себя щенки. Я упорно работал. Этот фильм отнял у меня огромное количество сил. В этом фильме герой Джетта эволюционирует из замкнутого ребенка, который постепенно раскрывается. Он раскрывается не сразу, не по мгновению волшебной палочки. Это происходит именно постепенно, в реалистичной манере для того, чтобы показать развитие героя на протяжении лет. Это мастер перевоплощения. После того, как он входит в образ собаки, он меняется на глазах. Только что это был Джетт, я дал команду мотор, и это уже Дэнни. 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 Дэнни Дэнни любит своего хозяина, который его кормит, с ним играет, и несмотря на то, что хозяин злой, он остается верным ему. Я продам тебя, вот увидишь! Если ты мне не слушаешься, зачем ты тогда нужен? Ты ни на что не годен, ублюдок! Вообще ни на что! Ты живешь и питаешься за мой счет! Несчастное дерьмо! Уберите его с глаз моих долой! Пошел на пол! Господи, Дэнни, ты воняешь хуже собаки! Я думаю, что персонаж Джета не относится с должным почтением к персонажу Моргана Фримана, поскольку не успел овладеть навыками общения. Он не знает, что такое любовь. Любовь для него — это такое чувство, это новое чувство. Любовь выводит его из равновесия. Я думаю, что в этом проекте любовь не нужно было играть в ее обычном понимании. Я же сказал, веди ее домой. Это я виновата, не он. Персонаж Моргана, в отличие от героя Хоскинса, гораздо лучше понимает собачью натуру Дэнни. По сценарию, не было сцен, в которых Джет плачет. Никому никогда не удавалось заставить его плакать. И вдруг кто-то сказал, смотрите, он плачет. И мы решили вставить эту сцену в фильм. На самом деле, это особенные слезы. Человек, который не плакал 30 с лишним лет, дает волю чувства. Я очень благодарен режиссеру за то, что он оставил мне музыку. Музыка мне очень помогла. Я играл, слушая музыку сердцем. Я действительно ее чувствовал. Она тронула меня до глубины души, и я почувствовал на глазах слезы. Луи не остановил съемку. Он снял этот эпизод, не прерывая его, предоставив актерам возможность играть, как на сцене театра. Таким образом, у нас было время подумать, прочувствовать обстановку. А потом нахлынули настоящие эмоции. Сэм. Джетту необходим был Морган Фримен, чтобы выразить эмоции. Именно такой мастер, как Морган, требовался, чтобы показать глубину эмоций в этих сложных сценах. Ему нужен был кто-то, кто поддержал бы его, кто бы спокойно ему все объяснил. Сцены с участием двух актеров реалистичны. Каждый отдавал то, что другой в него вложил. Мы договорились, что именно на Моргане держатся их совместные сцены. Это помогло сделать хороший фильм. Хорошо. Теперь, когда я скажу «жми», я начинаю здесь, а ты подхватываешь там. Может быть, лучше сделать так, чтобы вы оставались сидеть с момента вашего выхода? После того, как мы пришли к согласию, я вношу изменения в монтажный лист. За неделю, за две, иногда даже накануне. И на съемочной площадке смотрим, что у нас получилось. Морган умел вывести меня из равновесия, но в то же время оказать мне помощь. Он систематически не выполнял режиссерские указания. Мы были вынуждены переигрывать сцену снова и снова, повторять ее, смотреть, что он нам предлагает. И затем мы дорабатывали сцену, иногда просто по наитию. Я понимаю, что вы имеете в виду, это более логично. Что нам делать? Можно нам снять две версии? Я сел и сказал, хочешь посмотреть, что ты сделал? Да, так. Затем я положил его руки на эти клавиши. И потом Курт очень мягко и мелодично, взяв аккорды так. Вы знаете, что такое Карнеги Холл? Это концертный зал в Нью-Йорке. Спасибо. Спасибо. А-а-а-а! А-а-а-а! Давай, давай. Хорошо, давай. Сатурн. Давай. Мы решили снять часть фильма «За границей». И натурные съемки вызвали много проблем, потому что нас постоянно окружали полицейские машины и просто любопытные. Они постоянно лезли в кадр, и нам приходилось делать более крупный план, чтобы они в кадр не попали. Решение проблемы найти было сложно. Помог Морган Фриман, человек, который способен найти выход из самой сложной ситуации, заставить окружающих мыслить нестандартно и при необходимости выходить за рамки сценария. Морган, я думаю, вам еще рано обнимать Джетта. Может, все-таки обнять? Не стоит. Виктория Странная вещь. Для персонажа Виктории, приемной дочери, героя Моргана Фримена, мы решили выбрать образ веселой, беззаботной девушки. На мой взгляд, достаточно распространенной. Это забавная, немного наивная девочка. Она со странностями. Восемнадцать лет живет со своим отчимом и не собирается от него уходить, несмотря на то, что она очень красива. И я искал девочку-подростка, угловатую, слегка неловкую. И однажды к нам на кастинг пришла эта маленькая ирландка, и все согласились, что она идеально подходит. Давай, пойдем. Нет, все надо делать заново. Я предложил Люку на выбор трех человек. Он сказал... Я не знаю, мне кажется, она подходит. Если ты считаешь, что она подходит, действуй. Готов? Я так и знала, что это произойдет. Я знала. Хочешь посмотреть, Кэрри? Никакого желания. Давай, перемотаем еще раз. Давайте. Помогите. Помогите. Вернемся к этому. Повторим шоу еще раз? Нет, во втором движении я не очень уверена. В этом месте я не уверена. Представляешь, две тысячи зрителей. Еще раз Моцарта. Три, четыре... Барт. У нас не было актера на роль Барта. Мы приглашали Альберта Финни и ряд других актеров. Они были либо заняты, либо считали фильм слишком сложным. Поскольку персонаж Барта исключительно сложный. Он соткан из противоречий. Необходимо было взять сентиментальность, жестокость и юмор и соединить их в одной сцене. Все отлично, обсудим стратегию. Ну что? Конечно, он не хочет этого делать. На самом деле, фильм вряд ли получился бы, если бы мы не нашли такого Барта. Барт – это ключ к фильму. Когда я посмотрел фильм «Долгая славная пятница» и увидел его герой, я сказал себе, «Это исключительно». Вот оно. Этот фильм стал в Англии культовым. Как и все гангстерские фильмы. Роль маленького крестного отца – это точно его роль. Я сказал себе, это гениально. Наш фильм станет логическим продолжением «Долгой славной пятницы». Дэнни «Цепной пёс» – это долгая славная пятница 20 лет спустя. Кретин каких свет не видел. Мы сделали ему предложение. Он даже сценария не видел, тут же согласился. Он приехал простой, приветливый, доступный. И в первый день нашей встречи мы придумали ему костюм. Хоскинс тут же его одобрил. Мне даже это показалось странным, никакой заносчивости. Приехал Джет, и ему стали делать прическу. Подошел Люк и сказал, «Бертран, ты будешь заниматься женскими прическами. Барт будет стричь волосы Дэнни. Он будет делать это лично». Боб – это исключительный человек. То есть, он может спросить оператора, сколько? 25 миллиметров, понятно. И он совершенно точно попадет в кадр. Не закроет собой других. Выберет наиболее удачную позицию. Это действительно специалист высочайшего уровня. Что у нас с объективом? Наплыв 30 миллиметров. То есть, на таком уровне. Даже выше, на уровне галстука. На уровне пистолета. Ничего, кроме пистолета. Да, я вижу. Мне очень нужно разыскать этого мальчика. Нет, никогда его раньше не видела. Перефразирую вопрос. Поскольку эта роль очень сложная, Боб Хоскинс предлагал мне четыре. Нет, пять разных вариантов этой сцены. Потому что он, как настоящий профессионал, знал, что это поможет избежать дополнительных проблем при монтаже. Каждый эпизод снимался подолгу, чтобы отразить всю палитру эмоций героев. И мне очень приятно было монтировать. Поскольку такой подход к съемке позволил мне показывать чувства так, как я этого хотел. Попробуем сделать то же самое с еще большим накалом. У вас почти слезы в глазах. Для него существуют только деньги. Деньги, которые он собой олицетворяет. Я хотел бы поблагодарить своего режиссера, Луи Летерье, за то, что он ставил меня на место. На этом фильме моя карьера, похоже, закончилась. Гляди-ка, Дэнни вернулся с повинной. Дай я тебя обниму. Как поживаешь, мой сынок? Очень элегантный. Смотри, дурацкий викинг. Нам тебя не хватало. Еще бы. Наверное, испугался. Несчастный случай, пожар. Я тоже. Посмотри на меня. Месяц в больнице, я в порядке. Теперь я вернулся и почти здоров. Как у великих театральных актеров главное выразить чувства. Так и в этом творческом тандеме главным было выплеснуть эмоции. А текст был вторичен. Он подчинялся эмоциям. Ты пес. Ты мой пес. Я тебя кормил. Воспитывал. Ты мой. Мне придется тебя убить. Как любой хозяин убивает пса, который причиняет столько зла и столько страданий. Это отношения отца и сына. Вот что это из себя представляет. То есть это ребенок, которого у вас никогда не было. Это не настоящий ребенок, но вы его любите, как будто он ваш. Я думаю, что они любят друг друга. Но до чего можно дойти в этих отношениях? Можно зайти так далеко, насколько вы захотите. Как я вам уже говорил, чувства Барта – это как американские горки. Его бросают из крайности в крайность. От радости до крайних проявлений гнева. Ты не должен творить зло. Уэн Ву Пин. Уэн Ву Пин – настоящий мастер боевых искусств. Возможно, один из лучших в мире, потому что он отлично знает свое дело. Он поставил трюки ко многим фильмам, в том числе к «Матрице», «Поцелую дракона» и нашумевшему фильму Тео Ван Гога. Я думал, он не согласится, но, получив предложение, он приехал с командой специалистов по боевым искусствам. То, что было для меня сложно, он мне показывал. И поскольку мне трудно было что-то объяснить ему, я использовал для этого кукол. Дэнни! Хороший мальчик! Сначала замысел разрабатывался Ву Пинем и его помощниками, а затем мы с Джетом смотрели, как это будет выглядеть в павильоне. Он показывал нам сцену и предлагал мне и Джету внести в нее изменения, сделать ее более комедийной, чтобы это было более реалистично, чтобы в ней не чувствовалось натренированности героев. Речь о человеке, который не владеет техникой Ушу, а использует приемы, с которыми познакомился в уличных драках. Поэтому каждый удар, который он наносит, он когда-то испытал на себе. Твой выход. Возвращаемся. Я уже дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Южя Заоу Дуб health при помощи на следующей роли и на «Транспортер», 남ки это докумене. Он любил мой job и он мне «Unleashed». Я очень рад, что делал что-то странное, что мы не видели раньше. Я очень рад, что было снорное, 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 гримое, снорное. Это было бы как-то акцион с твистом. «Unleashed» — это история о молодых человек, о том, что образование и открытый мир. Даня Джетт, который был создан в нем, был бы в маленьком доме, который был бы Боб Оскин. He was raised as a human weapon. И его трудно сломать, но он знает. Возвращается Джет Ли, он становится маршал-arts фильм, и люди ждут что-то, что я не хотела бы им дать. И Джет не хотела бы им, он хотел идти дальше. Он хотел бы иметь драться. Он хотел сделать их более brutальными, Труер, harder, и потом, чтобы выехать от этого и становиться актером. Кто здесь? Мы следим за его путь как он научился любовь. Он научился как действовать. Джетт worked так сильно. Моя имя Дени. Я знаю, что его работа, его работа с Американами, особенно. Я не знал, что у него проблемы с языком языком. Да, да. Мы отправили в Л.А. в Л.А. за несколько месяцев. Ванилла и белая. Первое, это холодное. Потом, это сладкое. сладкое, это сладкое. И он вернулся Дени. Я видел Джетт Ли когда я встретил его, и он вернулся Дени. Он очень интенсивный актер. Я не знал. Я не знал. Я не знал. Я ответил, что он серьезно. Я ответил, что он есть. Они решили, что « который ты написал?». Иначе он решили, что я сомненькою. Он так заживая, Он взял какого-то. Он ушел на vêнует. он рукав на камеру. Он пройдет в сет, Он порезает, но он уменьшался. Все осталось в персонажах. Джетли был Дани, Морган Фремен был blind, Боб Аскин был милым. Это было ужасно для меня. Они никогда не подошли от их персонажа. Они были там, все время. Держи его, держи его. Бобби, кроме лакрем, из актеров. Я смотрел его в фильме called Long Good Friday. What are you looking at? Just enjoying the show. Good. И я думал, мы должны попасть на Боб Аскин. Look who's come home to his loving Uncle Bart. He's one of the best actors I've ever met. And you say, action. And it's so, so intense. And you wouldn't think that two seconds before he was telling, you know, a dirty joke to his friends. To find a location, we went to London, which has a nice feel, but we've seen it before. And I wanted something smaller. I wanted something more like, sort of like a small-time Gotham city. And then we found Glasgow. And that was it. Glasgow is such an amazing city for like dark, grimy action. So glad you could make it. The problem with the fights is that we have to make them different because we've seen so many fights in so many mini movies. So the approach we took with Master Whooping and with Jet was sort of an original one. And to work with Whooping and to work with Jet, and to see the two of them operate is amazing. Yan Whooping does extremely complicated 12-move shots. It's like three kicks, one flip, two punches, all in one shot, you know. It's very hard to do, and it's so weird to see Jet step up and do this thing perfectly. You're watching them fight, and it's so real. The secret to Jet Li compared to other people is that he really hates people. That's the secret to Jet Li. When he gives a punch, that stuntman receives the punch. Jet Li is the best martial arts technician I've ever seen. Gentlemen, to the death. We never went into this film thinking that we wanted to make it like a lesson. I don't want to hurt people anymore. It was always entertainment. That's what's good about movies. The character teaches you a little bit more about yourself. And that's what we wanted to give to people, and also some good fighting. I played in more than 30 films. Usually I played a tough guy. Romeo Mustard, Kiss of the Dragon. Usually Jet Li has Jet Li style, you know. But this film, I played a character called Danny. He's like a dog. He's just crazy. So we need to decide what kind of movement for the dog. You know, usually you fight with five guys. You, you know, punch this one, you kick that one. But dog is not. Dog just focus on one. He knock you down first. Even the four guys behind him beat him up. He don't care. He just beat you up. I never played this kind of character before. I'm thrilled you're here. We've been waiting for you. Well, Bart is the wicked uncle. He is, you know, the classic sort of evil incarnate. He got Danny as a baby. I found you in the street, laying on the pavement. You was half dead. No one wanting you. No one caring whether you lived or died. And trained him to be a dog. I'd like to offer you a lucrative proposition. A lucrative. Very lucrative. And he earns a very good living out of him. He's about to start. How's our boy? He's never been fair. End of the Moonway would try to bring him become more control. He know what's going on. He know he doesn't want to hurt people anymore. Bow sort of psychologically draws him into this life of violence. Use the martial art how to help the character and help the story. As far as Jet was concerned, this man, he was royalty. This guy choreographs it to the very last sort of inch. One, two, three. Very challenging for everybody, you know, for the action director, to do this kind of film. Jet had known him ever since he was a little boy. And I was just fascinated watching this. Sort of the way they got these fights together. Okay, let's try. And action! bytes last day. Let's go! Let's go! Это не нормальный фильм. Это не нормальный фильм. Молодец! Это штука с головой. Бриллиант. Это история о молодой человеке, который был родственным, который был бы очень плохим. И он превратился в пип-бол. А-да-бои! Вы получили деньги от меня, вы ожидаете, что вы платите обратно. Если вы платите обратно, то голову осталось. Если вы не платите обратно, то голову осталось. Я играл на мастер-класс, и он был очень важен. Это мой борт! Но нет, что не было. Я играл на мастер-классе, который был в первой человеке. Он умеет только 10 лет, но физически очень сильный. Он имеет черный на голове. Когда черный на голове, я просто делаю на голове, я делаю их, Субтитры делал DimaTorzok 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 His mother was a concert pianist And hearing the piano, you know, it's like Pavlov's dog, the memory of music I think that's probably the only time he felt anything, love remembered, tenderness remembered And it comes through this man who can't see him, you can only feel him I've been meaning to ask you, I've been meaning to ask you, you're alright with that thing around your neck Okay, no problem, I wasn't gonna take it off Working with Morgan, that was just like breathing It's so easy to work with Morgan Freeman, he's just like a father, he's a real warm man He brings me back to the human, he gives me feel the family and the friendship and the love Where'd you learn that? It's what I hear in my head Mine and Carrie's character's task with him was to quiet that violence To somehow salvage his inner self Someone had to teach it to you You don't remember? No Maybe in your other life, the one you had before us Carrie is one of those naturally gifted actresses She just goes right for it Jet's the perfect person to play that Because he is so quiet He is so quiet He is so on a zen level of existence, it seems like During dramatic scenes were easy We didn't have to push it It's a very interesting theme There's violence and non-violence in one human being I played in more than 30 films Usually I played tough guy You know, save the family, save the city And kill the bad guy I never played this kind of character before Use martial art to help the character And help the story When he gets violent The violence is It's complete Jet, when he goes He is extraordinary It's like travelling at a million miles an hour You know what I mean? It's a war These fights They're not speeded up That's how they are Fuck you! 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 As far as Jet was concerned This man, he was royalty This guy choreographs It's the very last Это в конце концов. Это выживание, когда он входит в глаза. Уживание Джейли имеет Джейли стиль. Но для этого фильмы Дэнни, как и дот. Он просто ужасный. Поэтому нужно выбрать какие-то движения для дот. Выживание, вы пытаетесь пять человек, вы пустите один, вы кидите один. Но дот, он не. Дот просто на один. Он не подходит. Он не подходит. Он не подходит. Он просто подходит. Это очень сложно для всех, чтобы делать этот фильм. Это было круто. Я 62 лет. Я все равно, я все равно, я пришел в башню. Я пришел в башню. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok